Привет всем! Сегодня я хочу поговорить о том, кого стоит считать настоящим верующим. И надо сказать, что это видео основано на моем старом посте на Дайре.ру, который вызвал весьма неоднозначную реакцию. Итак, я считаю, что настоящим верующим стоит считать человека, который сам называет себя верующим. Да, вот так просто. Потому что никаких объективных критериев того, каким должен быть верующий, на самом деле не существует. Верующий – это человек, который верует. Это не человек, который знает, и не человек, который практикует. Даже. Да, может показаться странным, если человек, который называет себя верующим, например, не знает символ веры или имеет весьма приблизительное представление о четырех благородных истинах. Это делает его не очень образованным верующим. Но все-таки это не делает его неправильным верующим. Если человек ходит в церковь только раз в год, не совершает пять раз в день намаз, то он может быть не очень старательный верующий, но все-таки тоже верующий. А может быть, человек просто делает так, как принято в его окружении. Может быть, в его окружении проявление веры принято выражать какими-то другими путями, а вот тех, кто, допустим, ходит в церковь слишком часто или действительно пять раз в день совершает намаз, принято считать фанатиками. Так что здесь тоже все не так однозначно. Интересно, что когда дело касается более понятных нам религий, мы вроде как осознаем, что верующие, они не все одинаковы. Мы вроде как понимаем, что христианин – это и православный, и католик, и протестант, и много кто еще. Вроде как понимаем, что даже в рамках одной конфессии в одном городе, в одном районе могут быть два очень разных прихода. Не зря же существует пословица «каков поп, таков приход». Но в то же самое время предполагается, что где-то существует какой-то критерий правильного верующего. И мы регулярно слышим претензии вроде «ну а как же все прощения, нестяжательства, ты что, не христианин?» Или наоборот «а что ж ты такой адекватный? Вы же там все того». А уж когда дело касается какой-нибудь религии, которую мы знаем не очень хорошо, то здесь человек просто следует своему шаблону. И когда он встречает верующего, который почему-то не вписывается в этот шаблон, то он тут же считает, что вот это вот он неправильный верующий. И даже не задумывается о том, что может быть что-то не так с шаблоном. При этом, поймите, я не говорю, что любое проявление веры следует непременно оправдывать. Как относиться к этому, вы можете решать сами, это не вопрос. Но когда вы просто игнорируете, игнорируете религиозные представления человека, основываясь на том, что да, он неправильный верующий, вы отнимаете у себя очень важный инструментарий для понимания мотивации этого человека, а также для понимания его влияния на окружающую среду. Потому что даже если кажется, что религия в жизни этого конкретного верующего занимает не так много места, если он считает себя верующим, то каким-то образом он будет действовать, руководствуясь этому своему представлению. То есть руководствуясь, исходя из того, что он верующий, исходя из того, как по его мнению должен действовать верующий. он будет голосовать на выборах, исходя из того, что он верующий, он будет тратить деньги, исходя из того, что он верующий, участвовать в каких-то мероприятиях или, наоборот, не участвовать в них. И если вы просто выбираете не учитывать его религиозные верования, вы можете понять его превратно или не понять совсем. Так что это весьма важно. Также, как вы понимаете, важно понимать, во что конкретно человек верит, что конкретно он понимает под буддизмом, христианством, исламом, как угодно. На мой взгляд, существует куда более сложная ситуация. Это те люди, которым свойственно религиозное поведение, но в то же самое время они себя верующими не называют. При этом, да, так как человеку свойственно религиозное поведение, он может даже влиять на общину, не называя себя верующим. Он может голосовать на выборах, исходя из этого. То есть, например, хотя он вроде как сам говорит, что он не верит, но если он узнает, что вот этот кандидат ходит в церковь, то почему-то это может его привлечь к этому кандидату. Такие вещи тоже бывают. И я для себя не могу пока решить, как к этому относиться. То есть, учитывать ли таких людей и в каком виде. Я все-таки думаю, что стоит учитывать их, но, наверное, как-то выводить в отдельную категорию. В любом случае, мне очень интересны ваши мысли на этот счет. Пожалуйста, делитесь ими в комментариях. И увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok